Приветствую вас, понимаете какая штука? Да, то что вы говорите, это действительно верно. Что мужа всё устраивает, домашние вещи опять раздражает. Но, делать вам это нужно для себя, не для них. А у меня такое ощущение, что всё что вы делаете, вы делаете для них. Для кого-то, не для себя, а для себя вообще ничего не делаете. Если убраться, окна помыть, в спортзал сходить, всё это для кого-то. Понимаете? Всё это для кого-то. Это не для себя, а для кого-то. В этом, на мой взгляд, основная проблема. Именно в этом основная трудность. И тут, как бы, вот вся эта тонкость, что, а что нужно лично вам? Вы пишите, муж говорит, и у вас его здоровье, эта мысль, зачем прицеливают меня? А не зачем? Понимаете, то что вы описываете очень похоже на депрессивное состояние. Если это состояние депрессивное у вас, то оно связано с тем, что вы в себе подавили все чувства. Вот. То есть для себя вы ничего не делаете, делаете только то, что нужно другим. И всё. И всё. Что, по сути, позволяет, например, мне сделать вывод, что об вас постоянно чего-то требовало. И в результате этого, в результате того, что от вас кто-то что-то постоянно требовал, вы привыкли только эти требования реализовывать. Вот. Но, чтобы для себя что-то сделать, вы не привыкли. Вот. Вот именно по этой причине вас и преследует эта мысль, зачем. Вот. А правда заключается в том, что не зачем, просто, потому что вам априори, вот именно априори, этого должно хотеться. Вам не должно хотеться жить, например, ну, условно говоря, там, с грязью. Ну, без фанатизма, конечно, без фанатизма, да, но в грязной квартире. Вам должно хотеться о себе заботиться, беспокоиться о себе, ухаживать за собой. Потому что это следствие того, что вы себя любите. Но вот этого ощущения, да, что вы себя любите. У меня нет. И нет этого чувства потому, что вы себя не любите. И заботиться о себе, по-видимому, вы не привыкли. Отсюда и такая вот возникает у вас проблема. То есть, ключевой момент, который вам нужно рассмотреть, это момент того, как давно, как давно. и почему я о себе не заботюсь. То есть, по какой причине я ничего не делаю для себя. Вот. Далее. Муж говорит, ключевой, что его все устраивает. Хорошо. Хорошо. Если его все устраивает, окей. Это так. Но. Разве не будет лучше, если вы, к примеру, похудеете и станете более привлекательными? Разве ему лучше не будет? А вам? Если вы своего мужа любите, то вы не можете не знать, что для него это было бы позитивом. Что-то... И вы... И... И... Я полагаю, можете допустить, что если он говорит... А... А... Например, о том, что... А... его все устраивает, то может быть потому, что у вас нет доверительных отношений, он не выскочит вам, что-то ему не нравится. То есть я хочу сказать, что ориентироваться вам нужно на себя, а не на других. Понимаете? Какая штука? Это очень важный момент, что ориентир, ориентир держать вам нужно опираясь на свои собственные чувства, на свои собственные эмоции, а их выражать. Вы не привыкли. Вы их, я так, ну, я так, полагаю, это я так полагаю, что вы их, вот, привыкли всячески подавлять. И тогда получается, значит, что тонкость вся в том, чтобы научиться чувствовать... Да? Тонкость вся в том, чтобы научиться раскрывать и реализовывать свои эмоции. Чему, безусловно, вы научитесь, если будете работать с психологом. Вот. Потому что, ну, я, конечно, не знаю, сколько времени у вас это учит длиться, да, сколько времени... Но, я так, полагаю, что довольно долго. Довольно, довольно... И если ничего с этим не делать, то это может перерасти во что-то куда более серьезное. Ну, например, например, это может перерасти во депрессивный синдром депрессии. Вот. Я уверен, я уверен, что вы этого для себя не хотели бы. Вот. Поэтому все находятся в ваших руках. Вот. И если вы хотите, чтобы мы вам помогли, то вот обращайтесь. Пока же, пока же, пока вот, если говорить о том, что мы можем вам порекомендовать, например, то я полагаю заставить список своих чувств, которые вы по каким-то причинам для себя подавляете. И определить источник, что есть, почему вы решили свои чувства подавлять, как вы пришли к тому, чтобы их подавлять. Вот. И у кого вы это узнали? Это на что убирает? Убирает все, у кого вы этому научились. Вот, пожалуй, то, что можно вам пока что на данный момент порекомендовать. Дальше уже нужно исследовать и вашу супруческую жизнь, и вашу социальную сферу жизни, и прочее, прочее, чтобы найти те аспекты, где вы себя подавляете. Могу с верностью сказать, что с одной стороны, ни детям, ни вам от того, что вы делаете, лучше не станут. Детям так это вообще скорее вредит, чем идет на пользу. А вам необходимо увидеть, как, именно как использовать то, что во свет. То есть, ну, образно говоря, да, вот вы ничего не хотите, потому что вам ничего, ну, вы не знаете, как будете использовать. Это. Вот. И, 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 именно, именно поэтому, именно поэтому, к вам и вопрос. Именно поэтому, к вам и вопрос тем, чтобы обыскать свои потребности, обыскать свои желания. Ну, это, определенная работа. В том числе, и над собой. Вот. Примерно так. Сейчас, предъявляя к себе потребования, там, что вот, я ничего не делаю, вы... и никуда не придет. Никуда и ни к чему. Потому что... Действительно, нет для чего. Действительно, нет для чего делать. Ээээ... что-либо. И что-либо. Пока... не будет понятно, как использовать. Так что, не ставьте себе научные цели. Прислушивайтесь к себе, ну, поработайте с вашим эмоциональным интеллектом. Посмотрим. Сначала, вот, опишите эти звуки, которые вы подавляете, да. Потом подумаем, как, 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 как вам можно приемлемо их выразить. Ну, вот. Дальше же будет видно. В зависимости от... Эээ... Того, в каком... В какой форме находится у вас эмоциональный интеллект, и все будем работать. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. И если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.